В Одессе стартовали международные учения Сибрис. В составе многонациональной эскадры корабли-катера-суда и подводная лодка, прибывшая из Турции, всего одна. Но во время маневров она будет выполнять ключевые задачи. Какие еще особенности военных учений этого года? Что сказали на церемонии открытия американцы о России? И другие подробности далее в материале. В этом году в маневрах принимают участие 16 стран. Помимо традиционных США и Украины, это Канада, Великобритания, Италия, Румыния и другие. Кораблей в общей сложности около 30, порядка 20 самолетов, вертолетов и почти 3000 военнослужащих. Цель проведения операции в Черном море, которая сейчас считается кризисным регионом. Это наши любимые идеологи, которые сейчас проводят перед войной против Украины. И открыто послуживают заходу всему людскому. По легенде, врагом будет подводная лодка из Турции. Она уже пришвартовалась в Одесском порту. Задача остальных участников найти и обезвредить ее в открытом море. Запланированные маневры и на суше в Одесской и Николаевской областях. Особенность нынешних учений в том, что тренироваться военные будут в режиме фри-плей, то есть свободной игры. Это когда специально не прописывается четкий сценарий, чтобы условия были максимально приближены к реальным. Корабли, морская пехота, авиация. До последнего часа не будут знать, какие у них загрозы и выпадки сейчас участия в этой операции. Конкретные часы, конкретные завдания им будут поставлены непосредственно при их засосувании в операции. Военно-морские силы США в этом году представляют два боевых корабля. Эсминец и ракетный крейсер. Сегодня американцы несколько раз подчеркивали, такие военные маневры очень важны. Мы все надеемся, что Россия сядет за стол переговоров и вернется к нормальному международному поведению. Но до этого мы ко всему должны быть готовы. Сибриз продлится две недели. Первая – командная подготовка. Во время второй запланирована, собственно, активная фаза учений. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности – телеканал Интер Одесса.